На Цолом 138 Господи, Ты испытал меня и знаешь. Что говоришь Ты? После испытания Бог знает, а прежде испытания не знает? Отнюдь нет. Как это может быть, когда Он знает все прежде бытия? В выражении «испытал меня» значит «совершенно знаешь меня». Как апостол, когда говорит, что Бог испытывает сердца, означает не неведение, а совершенное знание. Так точно и Псалмопевец словами «испытал меня» означает «яснейшее знание», то есть Ты совершенно знаешь меня. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Сиденьем и восстанием означает Он всю жизнь, потому что в этом проходит наша жизнь. В делах, движениях, входах, выходах. Затем, так как Он вначале сказал «испытал меня», то чтобы кто-нибудь из неразумных не подумал, что Он знает только по испытанию или по опыту, на основании слов. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Посмотри, как Он предотвращает это последующим прибавлением. Ты разумеешь помышления мои издали, выражая этим, что Бог знает не вследствие испытания и не имеет нужды в испытании, но знает все силою предведения. Тот, кто знает помышления, находящиеся в уме, не имеет нужды в испытании посредством дел. Притом, Бог знает помышления, не только появляющиеся в уме, но еще прежде, нежели они появились. И не просто прежде, нежели появились, но и задолго прежде. Желая выразить это, пророк и присовокупил. Ты разумеешь помышления мои издали. Если же Бог знает самое помышление, то для чего Он употребляет испытания посредством дел? Не для того, чтобы самому узнать, но чтобы испытываемых сделать опытными. Так и Иова Он знал прежде испытания, почему и свидетельствовал о нем. Так, человек праведный, истинный, богобоязненный. Однако употребил испытания, чтобы его сделать более твердым и обличить коварство дьявола. Примером его сделать и других более ревностными. И удивительно лишь, что Он поступил так с Иовом, когда и с грешниками Он делает то же самое. Так, Он совершенно знал, что они не витяне, не заслуживают погибели. Но через покаяние исправится. Однако употребил испытания самым делом. И везде Он представляет много доказательств своего промышления и человеколюбия, не довольствуясь своим знанием. Вот почему и Единородный говорил, «Если я не творю дела отца моего, то не верьте мне. А если творю, то если не верите мне, верьте делам». Так как многие грубой душой и бесчувственные говорят многое подобным образом. Такого-то Бог избрал, такого-то возлюбил, а такого-то возненавидел. И оттого один стал хорошим, а другой дурным. То Он, желая исправить мысли каждого из подобных людей, убеждает их делами, представляя доказательства от дел. И с одной стороны, еще прежде опытов объявляет, что такой-то добродетелен, чтобы они познали силу его предведения. А с другой стороны, удостоверяет и делами, чтобы кто-нибудь из неразумных не сказал, что такой-то сделался таким вследствие предсказания. И Павел, посмотри, как выражает это в послании к римлянам, 9 глава, 11-12 стих. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, «Больше будет в порабощении у меньшего». Бог не имеет нужды ожидать конца дел, но еще прежде сам знает, кто будет дурным и кто не таким. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Как сиденьем и восстанием пророк называет действия согласно с общим обычаем, ведь и мы часто говорим, такой-то знает, как садятся, как встают, выражая точные его знания. Так стезею и путем он называет здесь всю свою жизнь, почему и присовокупляет, и все пути мои известны тебе. И выражение, «Окружаешь меня, знаешь» означает не искание и исследование, а точное знание. И здесь, желая выразить тоже, он прибавил. «Известны прежде тебе» то есть все действия худые и добрые. Ты знаешь прежде, нежели они совершились. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Это величайший признак добродетели. Это главное из благ. Этого особенно требует Христос, когда говорит, «Если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное», разумея не злобе, бесхитростность, прямоту и простоту. Поэтому он избрал людей простых и говорит, «Славлю тебя, Отче, что утаил сие от мудрых и разумных и открыл по младенцам». Заметь, пророк не сказал, «Я имел» и отверг лукавство, но никогда его не было у меня, никогда эта болезнь не касалась языка моего, никогда этот пророк не имел ко мне доступа. «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». «Не помышление только, — говорит, — знаешь ты, и не дела мои, и пути мои только, но все, что было и будет». «Ты создал меня, и ты знаешь меня». От силы предведения он переходит к силе творческой, и от творческого опять к силе предведения. Бог не только создал нас несуществовавших, но и созданных содержит. 459. То и другое Павел приписывает Христу. «Многообразно и многократно, — говорит, — издревле Бог, — говорил отцам нашим пророков в последние дни си, и говорил нам Сыне, через Которого и веки сотворил. Затем, продолжая говорить и о творчестве, Которым и веки сотворил, далее упомянув о существе Его, сказал, он есть образ славы и ипостаси Его, показывает и промыслительную Его силу. Нося, — говорит, — все глаголом силы своей. И в послании к Колоссянам он говорит то же самое. «Ибо им создано было все, что на небесах и на земле, престолы ли, господство ли, начало ли, власть ли, и все им создано и для Него». Это о творчестве Его. Затем, указывая на промыслительную силу, прибавляет, и все им содержится. Также Иоанн, изображая то и другое, говорит, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Этим он указывает на творчество. Затем говорит о промышлении. Он был жизнь, и жизнь была свет человеков. Тоже и пророк выражает здесь, «Ты создал меня», — это говорит он о творчестве. Далее говорит о промышлении. «И положил он мне руку Твою». Что значит «положил»? «Содержишь, соблюдаешь, носишь». На это и Павел указывает в словах. Им же живем и движемся. Потому что не только для получения бытия, но и для сохранения и продолжения бытия мы имеем нужду в его силе. «Дивно для меня ведение Твое высоко. Не могу постигнуть его». Смысл слов его следующий. «Хотя и промышлением Твоим я пользуюсь, и знаю, что Ты провидишь все и создал меня из небытия, однако не могу иметь о Тебе знания точного и вполне ясного». «Ты знаешь, ведение Твое высоко, то есть превышает, превосходит меня так обширно, что не может быть обнято умом моим, так оно дивно, так велико. Но при всем том, что оно дивно и велико, не может ли оно быть обнято умом?» «Нет». Поэтому, чтобы ты не утверждал этого, он и прибавляет. «Не могу постигнуть его». Рассуждая о знании, он не говорит «я не знаю Бога, но я не имею о нем знания совершенного и ясного». Так говорит и Павел. О том, что Он есть, мы знаем. О того, что Он есть по существу, не знаем. Потому и надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Не сказал, что Он есть по существу, потому что это никому не ведомо. О том, что Бог человека любив, что Он милосерд, что Он благ, мы знаем. А в какой степени – не знаем. Но пророк, оставив все это, указывает на нечто другое, что кажется более доступным и сознается, что не знает и этого. «Не говорю же о том, – продолжает Он, – что есть Бог по существу, и о том, в какой степени Он благ. Известно, что это непостижимо. Но я не могу сказать и того, как Он существует везде, и это выше нашего разумения. Поэтому, сказав об этом, Он добавляет, «Высок Господь и смиренного видит. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо – ты там. Сойду ли в преисподнюю – и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Духом и лицом называет Он самого Бога. То есть, куда пойду я от Тебя? Ты все наполняешь, везде присутствуешь, не в счастье, но везде вдруг всецело. Исчисляя места горней и дольней, широту и долготу, глубину и высоту, Он показывает, что Бог присутствует везде. И не сказав, куда я не пойду, ты последуешь за мной и удержишь меня, но куда я не пойду – ты там. То есть, там нахожу тебя существующим прежде меня. Поэтому Он и говорит – дивно для меня ведение Твое. Но если ты не знаешь Его совершенно, то почему знаешь, что Он дивен? Потому что Он превышает мое разумение, побеждает мой разум. И солнечного луча мы не можем знать ясно. И однако по этому самому особенно удивляемся Ему. Так точно и в отношении к познанию Бога. Мы не знаем Его совершенно. Мы знаем, что Он человеколюбив, благ, милосерд, нисходителен и существует везде. Но что Он по существу или в какой степени названные свойства принадлежат Ему, или как Он существует везде – этого не знаем. Сказав таким образом, почему удивился разум мой, возвестив о Божьем предведении, творчестве, промышлении, непостижимости и незиснимости существа Его, Пророк потом говорит о другой силе Его, которая также внушает великое удивление, если исследовать ее разумом, потому что и она непостижима. Какая же это сила? «И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». То есть ты можешь сделать, чтобы люди, подвергшиеся бедствиям, находясь среди самых бедствий, не были изнурены бедствиями. 461. Чтобы объяснить это, Пророк прибавляет. «Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Сказав выше о том, что я перечислил, и вместе о том, что Бог не только везде присутствует, но и руководит, охраняет и ограждает, теперь Он показывает и в этом прибавлении нечто необыкновенное. То есть, что Бог не только ограждает, а охраняет, но и совершает это сверхъестественно, сказав, «И там удержит меня десница Твоя и наставит меня, Он присовокупляет. И я сказал, и тьма не делается тьмою». Тьма здесь означает скорбь. Смысл слов его следующий. «Я был окружен бедствиями и сказал в самом себе, «Одолеет меня бедствие». Таков смысл слов. Тьма окрест меня. Тьма. Таков смысл. «И ночь просветится среди тьмы», говорит другой переводчик. «Что же это значит?» Я, говорит, сказал это соображая по обыкновенному порядку вещей, но внезапно зло обратилось в добро, или лучше не зло обратилось в добро, а тогда, как зло оставалось, я наслаждался великим спокойствием. Он не сказал, «Ночь исчезла», но «Ночь была светлою». Это значит, «Ночь оставаясь ночью», то есть бедствия и несчастье, потому что их, он разумеет, под именем ночи, не могли попрать меня, но во время ночи был свет, то есть защита для меня. Действительно, когда хочет Бог, тогда и противоположное бывает, и является в противоположном. Не видел ли ты и печь горящую, и росу прохлаждающую, и первую неугасающую, и последнюю не высыхающую, и прохлады и пламя вместе? Как же, скажи мне, это было? Хочу знать, как это было. Или нет? Я не хочу и знать, как было, потому что невозможно, но верую событию и поклоняюсь виновнику всего. Много дел сокровенных у него, говорит Сера 16.21. Разве не знаешь, что египтяне днем ходили ощупью, как бы во мраке, а израильтяне видели, и когда мрак все покрывал, что и в начале свет воссиял среди тьмы, творец всегда владычествует над природой вещей, не в том только смысле, что производит несуществующее, но и в том, что и существующему в природе может дать иной вид. Скажу, может быть, тьма окрест меня, соделается светом, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Хорошо сказал он от тебя, то есть у тебя выражает следующее, если ты захочешь, то и тьма не будет тьмою, но покажет свойства света, поэтому и превосокупляет, и ночь светла, как день. Тем еще более, объясняет прежде сказанное, и выражает, что ночь покажет свойства дня, как бы свои собственные. Когда хочет Бог, то стихии изменяют свои действия на противоположные, так точно, как будто бы они от начала были их собственные. Если ты захочешь, то и ночь будет такова, и ей так будет свойственен свет, как тьма. Это выражает он, присовокупляя, как тьма, так и свет. Это сказано в смысле собственном, о стихиях, а в переносном, о делах. Отсюда видно, что Бог может доставить людям в павшем скорби столько же отрады, облегчая их скорби, сколько иметь ее люди, пользующиеся счастьем. Чудно это и удивительно. Так, например, было и с Иосифом. Не столько наслаждался он счастьем и честью, живя в отеческом доме, сколько будучи продан и содержим в доме иноплеменников. Сами враги сплетали ему диадему и приготовляли парфиру. И самое бесчестие послужило для него поводом к чести и царствованию. Видишь ли, как объясняются слова? И ночь, как день просветится. И касательно слов, и тьма, как свет. Нужно сказать то же самое. Как то, так и другое будет принадлежать ей. Не по-видимому только, но потому что Ты, Господи, изменяешь порядок вещей. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в отчреве матери моей. Какая связь этих слов с вышесказанными? Близкая и весьма тесная. Сказав о столь великой силе Божией, пророк теперь показывает, что эту силу он употребляет на пользу людям и на благодеяние. Чтобы кто-нибудь из неразумных не сказал, что мне в том, что он велик, силен и предведущен. Покажи, получаем ли мы отсюда какую-нибудь пользу? Он присовокупляет. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это, разумея по части целого человека. А это немало являет славой промышления, быть стяжанием Божиим, потому что кто стяжал, тот и печется и промышляет. Объясняя это, он и присовокупляет дальнейшие слова. Ты устроил меня внутри внутри меня внутренности и соткал меня в очреве матери моей. То есть всегда Ты ограждал меня, промышлял о мне, охранял меня с первого моего возраста, от самых пеленок, и все, о чем я сказал, Ты доказал делами. Что это значит? Ты создал меня, говорит, но я не знаю, как создал. Ты промышляешь, но я не могу обнять умом всего Твоего промышления. Ты везде присутствуешь, но я не постигаю и этого. Ты знаешь будущее и прошедшее и тайны души человеческой, но я и этого не могу понять умом своим, так как ты изменяешь природу вещей и устрояешь, что они, сохраняя свою природу, являют действия противоестественные и при том как бы свои собственные и свойственные им по природе. 493 Соединив все это вместе, вдохновенный пророк громко воскликнул, славлю Тебя, потому что я дивно устроен, то есть ты явился дивным, ты дивен, дивны дела твои и душа моя вполне сознает это. Что я говорю, продолжает он, о тебе, когда и совершаемая это бою заключает в себе много дивного. Затем, не перечисляя всего и ограничиваясь собственным знанием, говорит, и душа моя вполне сознает это. Не просто знает, но сильно, крепко, если знает, то как же он прежде говорил, удивился разум у меня, не могу постигнуть, это сказано о самом Боге, а то о делах его. Если же и то сказано о нем, то мы так можем понимать, он знает, что Бог дивен, велик, высок, но того, что он по существу, я опять повторю тоже, каково его величие и как принадлежит ему все упомянутое, не знает. Между тем, такое незнание есть доказательство знания, хотя и странные слова мои. Так и море мы не знаем, как оно пространное, однако, по тому самому особенно, и знаем и море, что не знаем меры его. Если же кто скажет, что он знает, как велико море, тот именно и не знает его. Таким образом, бывает объявление знания, которым обличается незнание, и бывает незнание, которое свидетельствует нам о знании. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. 138.15 Опять говорит о знании Божьем и показывает, что он знает все это. И так он говорит или о том, что Бог знает все тайное, или указывает на нечто другое, на создание и образование человека, даже и тогда, когда я образовался. Ты не не знал чего-нибудь, но знал все, хотя природа составляла меня мало по малу, хотя она действовала в тайне, и как бы в преисподних земли, для тебя, говорит, все обнажено и открыто. Все переводчики говорят одно и то же, то есть совершенно знал меня и тогда, когда я составлялся по частям. Ты знаешь даже каждый член и приращение его, так и Христос говорит, и волосы головы вашей сочтены. Эти слова указывают вместе на промышление и на знание Божие. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Или опять говорит то же самое, то есть ты знал меня, когда я еще не был образован. Или говорит о самых делах, то есть еще не сделанное видели очи твои, в книге твоей написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Не ясны ли эти слова, но до смысла их надо доходить по связи речи и по другому переводу. Смысл их согласно с предыдущим следующим. А что сказано было прежде? очи твои видели зародыш мой, то есть когда еще не получил образа, когда еще создавался, когда еще составлялся, и тогда они видели меня так ясно, как того, кто образован, как того, кто составлен, как того, кто совершенно устроен, и уже не нуждается ни в одном дне для своего окончательного устройства. А дабы ты убедился, что это так, то выслышай другого переводчика, необразованного меня, говорит он, провидели очи твои вместе со всеми, которые написаны в книге твоей, не нуждаясь ни в каком дне для своего образования. Наравне с ними, говорит, ты видел меня, наравне с теми видел меня, которая созидается в дни свои, в дни, при которых нет недостатка ни в одном дне. Он говорит, это не потому, будто на небе есть книга, и не потому, будто кто-нибудь вписывается в него, но книга означает точное знание, подобно тому, как говорится, услышал Господь и написал в книге. Малахи 3,16 еще книги откроются, мне же, говорит он, как возвышены для меня помышления твои, Божие, и как велико число их, и это немалая добродетель, иметь великой честь и друзей Божиих, ты промышлял о мне, говорит, произвел меня из небытия, содержишь меня, а я воздаю тебе тем, что почитаю друзей твоих. Сильно удивлен я, стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка, и не только делаешь их многочисленными, но и сильными, это именно означает утверждение, утвердились, он говорит о двояком благополучии возрастания и по числу и по силе. Немалый знак добродетели, когда кто счастье остается добродетельным. Многие, достигнув благоденствия, забывались, а я нет, говорит, но и восстав, то есть избавившись от бедствий, всегда буду с тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого, удалитесь от меня, кровожадные, стих 19. Не то, говорит он, если убьешь, тогда я буду, то он обещал и без этого, и просит сделать это не с тем, чтобы уничтожить самое существо людей, но с тем, чтобы обратить их от греха к праведности. Он не сказал, если убьешь людей, но грешных, удалитесь от меня, кровожадные. Кровожадными он называет убийц, людей, находящих удовольствие в убийствах. Немаловажен и этот путь к приспиянию добродетели, убегать и уклоняться от сообщества с такими людьми. Затем следует и причина. Они говорят против тебя нечестиво, суетно замышляют враги твои. Смотри, как он нищет своего, но за оскорбление Бога удаляется и избегает общения с ними. Для иудеев и то было причиной погибели, что они сообщались с людьми порочными. Потом, потому и они получили закон, были отделены законом от таких людей. Получили заповедь избегать браков с ними и вышедшие из Египта сорок лет воспитывались отдельно в пустыне. Потому закон назывался ограждением, как ограждавший их со всех сторон и удерживавший от общения с порочными людьми, потому что они по нраву своему легко обольщались, увлекались и изменялись. «Мне мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя?» Он потому избегает и уклоняется их, что они вознеслись против славы Божией, что поступали беззаконно, что произносили слова богохульные. «Полной ненавистью ненавижу их, враги они мне». Так и Бога обещал быть врагом врага, врагам и противникам противникам. Их это особенно знак дружбы, и он воздает Богу тем и другим. Выше сказал, «А мне добро приближаться к друзьям Божьим, а здесь мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя?» И там чрезвычайные силы, и здесь чрезвычайные силы, потому что не только возненавидеть говорит, но и великой ненавистью. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышление мое, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Но вначале он говорил, «испытал меня и познал меня». Почему же здесь опять он, как бы еще не искушенный говорит, «испытай меня?» Видишь ли, что он употребляет человеческие выражения не для того, чтобы мы исходили к высоким понятиям. Он просит, чтобы Бог испытал и исследовал его, не для того, чтобы узнал сердце его, тот, кто наперед знает все еще прежде бытия, но чтобы узнали мы, приобретающие познание по окончании дел. Это и значит здесь выражение «испытай меня, и узнай не на опасном ли я пути». Какой же это вечный путь? Как не путь духовный, ведущий к небу и не имеющий конца? Все прочее временно и оканчивается с настоящей жизнью. Поэтому оставив все, он ищет этого пути бессмертного, беспредельного, не имеющего конца. Как же человек может быть приведен на этот путь? Если получит помощь Божия, если будет делать должность со своей стороны упражняться в добродетели, предаваться любомудрию, становиться выше всего житейского, потому что на этом пути нет ничего скоро приходящего и временного. Такова добродетель. Она доставляет плоды всегда цветущие и никогда не увядающие благо бессмертные, нетленные и бесконечные, которых досподобимся все мы благодати и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и пресна и во веки веков. Аминь.